Всем добрый день, меня зовут Андрей Рентеев. Сегодня я вам расскажу о последних тенденциях развития офисных телекоммуникаций, таких как гибридный офис. Наш вебинар продлится один час. Вначале мы рассмотрим исследования аналитических агентств и статистику работы на удаленке, а затем я расскажу об оборудовании и программном обеспечении, способном решить задачи наших заказчиков и повысить эффективность. А в конце мы рассмотрим реализованные проекты, и я отвечу на вопросы. Ковидный 2020 год сильно изменил нашу жизнь. Многие компании перевели сотрудников на удаленку. И это стало стрессом для рядовых сотрудников, для руководителей бизнеса. Но со временем в той или иной мере люди адаптировались. В общем, цифры, которые вы видите на экране, они отражают динамику изменения сознания, как руководителей, сотрудников за первые полгода режима самоизоляции. Другое исследование, тоже интересное, было проведено аналитическим агентством PricewaterhouseCoopers. Завершилось в декабре 2020 года, и было опрошено 133 руководителя крупных международных компаний с оборотом в районе 1 миллиарда долларов, таких как Coca-Cola, Hewitt Packard и так далее, и 1200 рядовых сотрудников из этих компаний. И один из вопросов, который был задан сначала обычным рядовым сотрудникам, а потом руководителям, рядовым сотрудникам, как часто вы хотели работать удаленно? А руководители спросили, наоборот, как часто вы хотите, чтобы сотрудники были в офисе? В общем, налицо конфликт интересов. Оказалось, что 68% руководителей хотят видеть сотрудников в офисе не менее трех дней в неделю. Но при этом 55% сотрудников хотят проводить на удаленке три дня и больше. А другой интересный вопрос для компаний, которые полностью или частично перешли на удаленный формат, это зачем вообще, по вашему мнению, нужен офис? И нужен ли вообще в принципе офис? И тут тоже мнения разделились. Руководители считают, что работа в офисе продуктивнее, офис – удобное место для встреч, в офисе мы можем наблюдать эффективную командную работу, взаимовыручку и создание комфортного микроклимата. Работа в офисе помогает развитию корпоративной культуры, что, опять же, эффективно влияет на результаты, повышает эффективность бизнес-процессов, принятых в компании. С другой стороны, со стороны рядовых сотрудников, мы видим, что они привыкли работать на удаленке, но они соскучились по живому общению, они хотят больше общаться, и они хотят обучаться тренингам различным. Ну и также не хватает доступа к офисной технике, к принтерам, к сероксам, сканерам, кофемашине и так далее. А сейчас мы временно перейдем к опросу Барка, который касается проведения встреч, потому что как бы вот из предыдущего вопроса мы увидели, что офис и с точки зрения руководителей, и с точки зрения пользователей – это место для проведения встреч, встреч с клиентами, встреч для обучения и так далее. Сейчас, когда многие компании вернулись с удаленки, а многие компании сохранили режим работы в гибридном формате. В гибридном формате – это значит, что часть сотрудников может работать из дома, а часть сотрудников продолжают работать из офиса. Был вопрос на тему, какие виды встреч могут проводиться в гибридном формате, а какие виды встреч обязательно предполагают, нужно обязательно присутствовать в офисе сотрудникам. И, в общем-то, мы видим, что присутствие в офисе важно для решения конфликтных ситуаций, важно для личных встреч, для введения в должность новых сотрудников. Личные встречи – они важны для решения сложных креативных задач, для брейншторма. Но при этом многие руководители считают, что, в принципе, гибридный формат тоже в какой-то степени можно использовать для решения этих задач. И еще одно исследование, которое показывает именно формат проведения совещаний, когда все участники либо дистанционные, либо все участники находятся в офисе, планы развития 2021-2042 года показывают, что для 62% встреч в том или ином формате требуется переговорная. Поэтому переговорная – это очень важное место в компании. И теперь мы вернемся обратно к исследованиям PricewaterhouseCoopers по поводу, как изменится площадь офиса в ближайшие три года. Причем, напомню, этот вопрос, он относится к крупным компаниям, которые многомиллиардными оборотами. 31% считают, что в связи с массовым переходом на удаленный формат площадь офиса должна уменьшиться. Ну, нет смысла держать большой офис, переплачивать за арендную плату, можно сократить количество рабочих мест и схлопнуть офис. А 46% закладывают рост и развитие. Они считают, что офис станет больше. Ну, во многом это связано с тем, что требуется социальная дистанция. Нельзя ставить столы рядом, то есть должно быть расстояние полтора метра, должна быть рассадка специализированная. Но, кстати, очень важный момент, что вот копнуть глубже, да, то вот среди этих компаний, которые считают, что офис должен вырасти, они не планируют увеличивать количество рабочих мест в офисе на самом деле. То есть они на самом деле предполагают гибридный формат работы. Офис должен увеличиться, потому что должно стать больше переговорных, больше общих зон, хаддл-спейсов так называемых, маленьких переговорных, каких-то учебных аудиторий. Ну и закладывается рост компании, закладывается рост количества персонала, поэтому офис будет больше. Но, что важно, так или иначе, 86% компаний планируют переезжать в больший офис, более большой или более маленький, но в другой офис. А переезд – это всегда хороший момент начать жизнь с чистого листа. Это хороший момент, чтобы внедрить в офисе системы бронирования. Представленные цифры дают, а не показывают, что роль удаленки возрастает. Но при этом для эффективного взаимодействия персонал должен с определенной периодичностью появляться в офисе, присутствовать на оффлайн-собраниях. А в современном офисе очень большое значение удивляется переговорным комнатам и созданию комфортного пространства для работы различных игр, корпоративных, геймификации и командного взаимодействия. Так что нет смысла держать пустые рабочие столы. И возникает предпосылка для развития внутреннего каворкинга. Это когда часть рабочих мест могут использоваться в гибридном формате для разных сотрудников. Сотрудники бронируют рабочие места, сотрудники бронируют переговорные. Когда нужно, они приезжают в офис. Когда не нужно, работают из дома. Ну и что очень важно, такие системы, системы бронирования, ну то есть они, с одной стороны, повышают эффективность бизнеса, они улучшают пунктуальность ваших сотрудников. И, что важно, они предоставляют аналитику руководителю компании. На основании этой аналитики можно понять, устраивает данный офис или не устраивает. Возможно, требуется расширение либо уменьшение площадей. Сначала я расскажу об оборудовании наше. Я представляю компанию Epimatico. Компания Epimatico является дистрибутором панельных компьютеров Cubic. Cubic – это один из мировых лидеров по поставке панельных компьютеров для систем Digital Signage. Была основана в 2014 году и имеет два офиса. Главный офис основной находится в Тайпэй-Сити, в Тайване. Там же находится своя собственная фабрика производства устройств и компонентов. Офис в Телеконовой долине в Соединенных Штатах занимается разработкой дизайна приложений и создает дизайн, разрабатывает концепты новых устройств. Поэтому часто мы говорим, что Cubic, компьютеры Cubic, они как айфоны, они сделаны в Тайване, но разработаны в Талифорнии. И среди ассортиментов это и панельные компьютеры, и небольшие мини-ПК, и также различные устройства, менеджеры занятости, хабы, сенсоры, присутствие киоски и встраиваемые компьютеры. Ну, поскольку время нашего вебинара ограничено, то, в принципе, я вам расскажу только о трех устройствах, которые помогают в системах бронирования. Первое, о чем я вам расскажу, это бестселлер, лидер продаж, панельный компьютер Cubic TD1050 Pro с сенсорным дисплеем 10 дюймов. И данный компьютер, он очень часто применяется в системах бронирования для отображения информации о бронировании и расписании встреч. Чаще всего его крепят где-то при входе в переговорную комнату. У данного компьютера есть три светодиодных индикатора программируемых, и эти индикаторы видно хорошо издалека. Можно издалека, подходя к переговорной комнате, увидеть свободно переговорная комната или занята. У данного компьютера есть считыватель RFID, который может использоваться для, так называемого, чеки на подтверждение начала встречи. И у данного компьютера есть все необходимые аксессуары для того, чтобы его можно было легко закрепить на любой поверхности. На деревянной стене, бетонной стене, стеклянной двери или гипсокартоновой. Для крепления на стеклянной стене есть специальный в комплекте очень прочный, крепкий 3М скотч, который позволяет закрепить подставку, и эту подставку привинтить к компьютеру. На экране вы видите рекомендуемые розничные цены. Что важно, компьютер бывает в черном и в белом цвете. На складе компании Epimatic сейчас есть более 300 панельных компьютеров 1050 Pro именно в черном корпусе, но в некоторые специализированные проекты, чаще всего это какие-то медицинские организации, больницы, поликлиники, часто бывает необходимость, и если нужно, мы можем поставить под заказ белые компьютеры. Также, обратите внимание, есть две модификации, отличающиеся разным типом RFID-считывателя. В одном случае с поддержкой HIT, в другом случае обычный NFC Mi Fire. То есть это зависит от того, какие пропуски, выбор компьютера зависит от того, как реализуется чек-ин, и какая система пропусков используется в компании. Также опционально к этому компьютеру можно подключить датчик присутствия AC211. А датчик нужен для того, чтобы видеть занятость, загруженность переговорной комнаты и получать точную аналитику об использовании переговорной комнаты. Другой, вот наша новинка, он только-только появился, только сейчас мы завершаем сертифицирование, и вот уже скоро, в сентябре, они будут у нас на складе. Это компьютер T1060 Slim, тонкий, красивый, изящный. У него тонкие рамки, но у него только один светодиодный индикатор. Также у него нет считывателя RFID. И часто бывает так, что мы рекомендуем данный компьютер ставить как второе устройство системы бронирования, которое находится непосредственно в переговорной комнате. Его мы можем использовать для того, чтобы заказать какие-то дополнительные услуги. Кейтеринг, вызвать чай-кофе, вызвать секретаря чай-кофе, либо системного администратора помочь настроить проектор, видеоконференц-связь, собрать и так далее. Также вы видите рекомендуемые розничные цены на данную модель. Что важно, вот в отличие от PRO-модели, здесь не входит в комплект крепление настенное. Настольное нужно приобретать отдельно, если это необходимо. И, наконец, последняя модель, которая тоже у нас имеется на складе. У нас имеется на складе более 200 этих компьютеров TD-0350. Они часто используются для систем бронирования конкретных рабочих столов. Это маленький и очень красивый компьютер. Он неоднократно завоевывал премию конкурс дизайна IEF Design Awards. Он очень хорошо сочетается с любыми видами столешниц, темными, светлыми и перегородок между столами. Также в комплекте имеется крепление. Значит, данный компьютер имеет считыватель RFID. И точно так же, как PRO-версия 1050 PRO, у него есть две версии с хидом и без хида. Соответственно, он может использоваться для считывания пропусков карт разных типов. А данный компьютер, поскольку он часто применяется на рабочем столе, имеет защищенность от влаги. Он не боится пролитого чая кофе. И вы видите на фотографии эксперимент, где его поставили под кулер с водой. И компьютер продолжает работать. Защита чисто от пролитого чая кофе, то есть купать его, ставить его на улице, либо купать его в аквариуме специально не нужно. В комплекте имеются все необходимые аксессуары для установки на столе. И что важно, видите, такие вот специальные винтики специальными нестандартными звездочками применяются. Это так называемая защита от воздействия, чтобы кто-то из нерадивых пользователей случайно не взял его, не положил в карман, не оторвал и не унес с собой домой. Вот также обратите внимание, кабель USB также фиксируется на винт со звездочкой. Но это тоже помогает защите, чтобы случайно тот не зацепил ногой и не выдернул из него провод. К этому компьютеру настольному можно докупить сенсор от C610. Сенсор присутствия на рабочем месте. Он подключается по USB, и он может определять наличие человека на работе. Причем у него два датчика. Первый датчик – это датчик объема, движения. И второй – это пирометр, датчик температуры. И, соответственно, он определяет. Его нельзя обмануть, то есть он не сработает на то, что вы, допустим, уборщица с пылесосом прошла или кто-то пришел на работу, оставил рюкзак. Он срабатывает только на наличие на рабочем месте живого человека. Меня часто спрашивают, можно ли определять больных людей, можно ли определять точную температуру. К сожалению, точную температуру он определять не умеет. Он просто определяет присутствие. Есть человек или нет человек на рабочем месте. И также к этому компьютеру имеется очень удобный, красивый POE-адаптер со встроенной сетевой картой. То есть данный компьютер может подключаться к сети по Wi-Fi, но удобнее иногда его подключить при помощи вот такого аксессуара. То есть с одной стороны он подключается в POE-коммутатор, с другой стороны к нему подключается панельный компьютер CD0350. И вот на экране вы видите рекомендуемые розничные цены на данные компьютеры. Я хотел бы такой небольшой краткий итог подвести именно по панельным компьютерам и сказать, чем панельный компьютер Кубик лучше, чем какие-то обычные iPad, обычные консюмерские планшеты. И первое – это профессиональные устройства, которые собраны из профессиональных компонентов. Они рассчитаны на использование 24 на 7 все 365 дней в году и долговечные. Второй момент – это то, что в них нет батареек, они питаются по POE, они подключаются к локальной сети проводом. Третий момент – это то, что эти компьютеры можно настраивать через специальную программу Remote Configuration Center. И вы можете удаленно, либо находясь в офисе, либо удаленно поддерживать, настраивать, контролировать, снимать логи, делать принтскрины у тысячи, сотни, тысяч компьютеров из одного места. Панельный компьютер Кубик поддерживают RFID-карты для чек-инга. У них есть LED-индикаторы статуса, к ним можно подключать пир-сенсоры. У них имеются в комплекте необходимые для монтажа на стену, на стекло, на стол элементы. Ну и в целом это профессиональное оборудование, которое может использоваться для самых разных задач. Я вам расскажу уже о законченном продукте, то есть панельные компьютеры. Компьютеры – это хорошо, но чтобы они работали, на них нужно поставить какой-то софт. И наша компания Epimatico, да, мы предлагаем два вида сорта. Мы являемся дистрибуторами чешской компании Meeting Chrome App и английской компании Door Tablet. Но это не весь софт, далеко не весь софт, который можно поставить на компьютер Кубик. Очень много разработчиков, ПО, очень много готового ПО других производителей, очень много российских производителей, которые делают софт, пишут ПО. Давайте сейчас тогда смотрим эти системы именно на сравнение. Meeting Chrome App и Door Tablet – это тот софт, который мы предлагаем. Но опять же, я повторюсь, нет ограничений. Если есть программисты, если есть свой отдел разработки, мы предоставляем доступ к API. Для этого нужно просто подписать небольшое письмо NDA, и вы можете написать свое собственное приложение по бронированию, управлению, либо каких-то еще целей. Все системы бронирования, если мы говорим про бронирование именно объектов недвижимости, это переговорные, учебные, классные аудитории, классы, конференц-залы, как правило, бронирование осуществляется через какую-то систему календарь. Чаще всего это календарь, который работает на почтовом сервере. Это может быть, система календаря, это может быть Microsoft Exchange, Office 365, Google G Suite. Ну и, соответственно, пользователи, они уже привыкли к этим системам календарям, они уже привыкли бронировать переговорные комнаты у себя в Outlook. А система бронирования, она должна взаимодействовать с системой календарем. В данный момент у системы DoorTablet, система Meeting Chrome App, во-первых, у них разные виды систем календарей. Система Meeting Chrome App работает только G Suite, Exchange и Office 365, система Meeting Chrome App, система DoorTablet также работает с сервером IBM Domino, очень распространенным в крупных банках, страховых компаниях. Поэтому выбор системы бронирования начинается с того, что нужно выяснить, какой тип сервера используется у вашего заказчика, ну, либо вашей компании. А второй момент – есть разные схемы продаж. Есть вариант продажи так называемой модель SaaS, Soft as a Service. Еще говорят, это облачный сервер. Это когда вы оплачиваете модель по подписке. Вы оплачиваете подписку, сервер находится где-то у провайдера, поставщика, и вы платите просто за сервис. Вы организуете подключение безопасное вашего сервера, почтового, к облачному серверу поставщика, и ваши панельные компьютеры подключаются к этому облачному серверу. Ну, вот система Meeting Chrome App, она может поставляться и как система подписки, так и отдельная. Также может быть отдельный выделенный сервер, который находится в вашей компании. Он может быть как на Linux, так и на Windows. Если мы говорим о системе DoorTablet, то в данный момент она поставляется только как on-premise решения и требует обязательно наличия собственного сервера. И система DoorTablet, и система Meeting Chrome App эффективно используют светодиодные индикаторы, расположенные на панельных компьютерах кубик. Красный, как правило, означает, что переговорная занята. Зеленый переговорная свободна. Ее можно забронировать, так называемое бронирование on-hawk. Вы можете увидеть быстрое бронирование, можете увидеть, проходя мимо, что переговорная свободна, и тут же ее забронировать. И желтый означает, что скоро начнет собрание, и система просит подтвердить участие в начале собрания. Ну и в той, и в другой системе есть функция OutRelease. Если собрание не подтверждено, если никто не подтвердил, то, соответственно, собрание автоматически отменяется, и переговорная освобождается. И в системе Meeting Chrome App, и в системе DoorTablet есть возможность заказать какую-то поддержку, помощь, попросить чай, кофе, потребовать уборку, попросить IT-поддержку. Это реализуется либо в виде e-mail уведомлений, либо это можно настроить в виде SMS уведомлений в системе DoorTablet. Ну и также, видите, в системе DoorTablet вы можете указать ваш номер телефона и, к примеру, чтобы с вами связались. Количество вот этих вот дополнительных сервисов может быть неограниченное. То есть вы можете добавлять разные сервисы и добавлять соответственных за эти сервисы лиц. Если мы говорим про систему DoorTablet, то они сразу выводятся на экран при нажатии на кнопку помощь. А в системе Meeting Chrome App это скроллинг. Вам умещается на экране только 6 пунктов. Если у вас больше, чем 6 пунктов, то появляется скроллинг, нужно пролистывать. И, в принципе, мы рекомендуем, если есть такая возможность, ставить два панеля к компьютеру. Один находится при входе в переговорную для бронирования, а второй находится в самой переговорной внутри, стоит где-то на столе для того, чтобы можно было просить помощь. Либо, например, для того, чтобы продлить собрание, если вы понимаете, что вам времени не хватает. И система Meeting Chrome App, и система DoorTablet позволяет забронировать другую, найти другую свободную переговорную. Очень может быть, что переговорная находится на другом этаже. И вот вы пришли, хотели провести собрание, но видите, что переговорная сейчас занята. Вы можете найти другую свободную переговорную. Либо, как вариант, вы можете найти время, когда эта переговорная или другая переговорная будет свободная. Если, например, все переговорные сейчас заняты. Найти время, когда появится свободное время, и тут же это время зарезервировать. Что интересно, у системы DoorTablet вы можете видеть вот такие вот значки. Эти значки, иконки, они показывают тот функционал, который есть переговорный. Есть ли проектор, есть ли видеоконференц-связь, Wi-Fi, управление кондиционированием и так далее. И система Meeting Room App, и система DoorTablet имеет так называемую функцию WayFinder. Это функция, которая позволяет либо в виде обычного календаря расписания, либо в виде вот таких вот стрелочек, показать направление на переговорную. Чаще всего эта информация выводится на большой где-то телевизор, который находится где-то у входа в компанию, напротив ресепшн. То есть вы можете прийти в компанию и, допустим, если вы гость, и понять, во сколько начинается ваше собрание, ваша встреча и в какую сторону идти. Очень важное отличие в том, что у системы DoorTablet есть поддержка функции Interactive WayFinder. Он может быть интерактивной. Если у вас телевизор с поддержкой touchscreen, то вы можете пролистывать список, вы можете вывести план офиса и найти, где вы находитесь сейчас, и где находится эта конкретная переговорная на плане офиса. У системы Meeting Chrome Map это просто статическая картинка, которая транслируется на телевизор. Должен быть либо Smart TV на Android, либо мы предлагаем использовать, можно использовать обычный телевизор и мини-компьютер, который подключен по HDMI. Еще такой важный критерий в сравнении систем бронирования – это возможность кастомизации интерфейса. И там, и там. И у Meeting Chrome Map и DoorTablet поддерживается кастомизация интерфейса, но реализована немножко по-разному. У системы Meeting Chrome Map вы можете ввести, вы можете загрузить фоновую картинку. Это может быть, не знаю, логотип вашей компании, например, да, либо фотография вашей команды, на которую сверху накладывается цветовая маска. Да, зеленая, синяя, красная, в зависимости от того, свободная переговорная, занята переговорная. И вот если вы обратите внимание, вот этот вот список встреч, он тоже как бы полупрозрачный, и тоже из-за этой белой подложки можно видеть, просматривается ваша фотография, ваша картинка. А также в системе Meeting Chrome Map можно загрузить маленький, буквально 300 пикселов по ширине, логотип вашей компании, который будет показываться наверху в черной рамке. А также у системы Meeting Chrome Map есть выбор темы, есть белая тема, есть черная тема. То есть некоторым компаниям больше нравятся черные темы. Что же касается кастомизации интерфейса у системы DoorTablet, то здесь гораздо больше функциональностей. У вас есть выбор из 22 стандартных тем, которые загружены. Также вы можете очень гибко, если у вас в компании имеются веб-программисты, если у вас имеется кто-то, кто умеет, кто занимается веб-дизайном, то вы можете очень легко натянуть ваш фирменный стиль вашей компании. Вы можете использовать ваши фирменные шрифты, вы можете цветовые схемы фирменные использовать. Вы можете вставлять любые фотографии, картинки и гибко настраивать расположение информационных блоков. Слева, справа, сверху, снизу. Можете поставить аналоговые часы, можете поставить цифровые часы и так далее. То есть в плане кастомизации DoorTablet гораздо более интересный. Такое вот существенное отличие системы Meeting Chrome Map от системы DoorTablet в том, что система Meeting Chrome Map работает только с переговорными комнатами, а DoorTablet поддерживает бронирование не только переговорных комнат, но и рабочих мест. Имеется свой собственный программный модуль, называется DoorTablet DeskWare, который поддерживает бронирование рабочих салонов. Причем бронирование может осуществляться на виртуальной карте этажа здания, как через веб-портал, веб-интерфейс, так и на каком-то большом киоске, большом телевизоре, тачскрин, который может находиться при входе в компанию. То есть человек может прийти на работу, найти свободное место и тут же его забронировать. А также система DoorTablet поддерживает чек-ин на основе AirFit Card и поддерживает сбор аналитики с датчиков занятости рабочего места. Одна из таких вот уникальных функциональностей состоит в том, что есть такой режим, когда вы можете информацию сенсоров выводить на большой телевизор, вейфайнер, на большой экран. Причем эта информация может выводиться в реальном времени. То есть, допустим, секретарь может видеть, кто сейчас находится на рабочем месте, какие места забронированы и кто сейчас находится на рабочем месте. Для подтверждения прихода на работу можно использовать AirFit, то есть можно использовать пропуск ваш, вы пришли на работу и вы подтвердили ваш приход. Либо использовать можно обычный пин-код, либо даже не пин-код, можно просто вот кнопочка начать, да, рабочий день. Есть функция OutRelease. По умолчанию 15 минут человек на 15 минут на работу опоздал, соответственно, бронь с данного рабочего места снимается и это место может забронировать кто-нибудь еще. Ну и один из важных моментов в плане повышения эффективности предприятия и пунктуальность сотрудников – это сбор аналитики. Любая система бронирования, и Meeting Room App Эдуард Эбетт умеет собирать аналитику. Но в случае Meeting Room App – это простая аналитика в веб-приложении на основе бронирования. То есть вы можете посмотреть статус переговорных комнат, как часто они бронировались, сколько времени переговорная была забронирована, сколько времени она не была забронирована. Если мы говорим про DoorTablet, то данная система, она умеет взаимодействовать с сенсорами присутствия. Поэтому вы можете получать, если у вас в проекте заложены сенсоры, то вы можете получать детальную аналитику по использованию как переговорных комнат, так и рабочих мест, причем как на основе объекта. То есть переговорная комната, рабочие места – это какой-то объект, по которому вы можете получить аналитику, посмотреть, сколько часов, допустим, в сутки. По факту реально данная переговорная была использована. Второе – вы можете посмотреть аналитику по конкретному пользователю, как часто конкретный пользователь бывает в офисе, и как часто он бронирует места, какие места он бронировал в последний месяц. Это, к примеру, может быть важно, если выявлены случаи заражения COVID. Например, вы можете знать, что Иванов заборел COVID, и он в этом месяце сидел на этом и на этом рабочем месте. И вы можете посмотреть, кто еще сидел рядом с этим местом, и, не знаю, например, отправить людей на перенудительную самоизоляцию. Здесь аналитика может быть либо выгружена в виде CSV-формата у большого массива цифр, которые в дальнейшем можно каким-то образом загрузить в Excel, пропарсить, что-то с ним можно сделать, построить какие-то свои, вытащить необходимые именно вам цифры. Либо есть взаимодействие с приложением Google Analytics. Это мощное приложение, которое позволяет строить красивые графики и наглядно демонстрировать, насколько эффективно утилизируются ваши объекты бронирования, рабочие места и переговорные комнаты. Ну вот уже мы подходим ближе к завершению нашего вебинара, и я хотел немножко по расчетам, по цифрам сказать. При использовании системы бронирования мы должны закладывать, как, да, все приведенные цифры – это рекомендуемые розничные цены производителей. Понятно, что, да, есть специальные проектные скидки, есть специальные проектные условия, и по специальным проектным условиям надо обращаться ко мне. В данный момент просто эти цифры показывают примерно масштаб. У нас, ну, такой типовой, мы взяли типовой проект, 10 бронированных переговорных, и взяли три системы – Meeting Chrome App облачная, Meeting Chrome App on-premise на отдельном сервере и Door Tablet on-premise. И что касается софта, ну вот вы видите все цифры, в этом случае это стоимость подписки на 10 переговорных на один год. В этом случае это стоимость серверного программного обеспечения и стоимость программного обеспечения для каждого объекта бронирования. Здесь также стоимость серверного обеспечения программного, и, ну, у Door Tablet есть два варианта. Есть Standard Server, есть Enterprise Server. В данном случае мы взяли более дорогой Enterprise Server, потому что у нас 10 переговорных. Если бы у нас было их 9, то можно было бы использовать Standard Server. И также вот стоимость лицензий на каждый объект бронирования. Отдельно считаем стоимость панельных компьютеров. Что важно, панельные компьютеры мы покупаем один раз, мы их один раз купили, один раз поставили, настроили, подключили. И, в принципе, в них больше вкладывать вам в ближайшее время не придется. Если говорить про систему бронирования, то надо обязательно закладывать. Мы всегда делаем коммерческое предложение, мы всегда в коммерческом предложении указываем стоимость владения системы дальнейшей. И в случае облачного сервиса Meeting Room App, это продление подписки ежегодное. То есть вам нужно каждый год продлевать подписку. Не продлите подписку, система выключится. Но она не выключится, она будет вас постоянно спамить сообщениями. Продлите подписку, купите, купите, купите. И регулярно доставать. Если мы говорим про решение on-premise, что DoorTablet, что Meeting Room App, то это техническая поддержка. Техническая поддержка включает обращение к программистам-разработчикам. То есть вы можете всегда обратиться к разработчикам и попросить помочь решить какую-то проблему. И второе, техническая поддержка предполагает обновление программного обеспечения. То есть вы можете обновить... В течение действия сервисного контакта вы можете обновить сам сервер и клиентское обеспечение. Это может потребоваться, например, если у вас обновился почтовый сервер Exchange. И, к примеру, версия обновилась, и система перестала синхронизироваться. Это не обязательные суммы, но рекомендуемые суммы. То есть мы всегда рекомендуем нашим пользователям покупать техническую поддержку. Но мы не заставляем. То есть если бюджет ограничен, если нет возможности, то система работать будет и без технической поддержки. Но если там что-нибудь обновится, то могут возникнуть в дальнейшем проблемы. И вот исходя из этих данных, исходя из стартовых инвестиций, из стоимости технической поддержки, да, либо стоимости продления подписки, я вот привел небольшие расчеты стоимости владения системой бронирования 10 переговорных на протяжении 10 лет. Повторюсь, это розничные цены. Понятно, что регулярные проектные цены, они могут сильно отличаться, да, в меньшую сторону. Но такой вот примерно порядок стоимости у нас получился. И самая дорогая система получила, система DORTEM. Но она и самая функциональная. Она поддерживает чек-ин на основе Афит, она поддерживает включение сенсоров, она поддерживает гибкую кастомизацию интерфейса и взаимодействие с Google Analytics. Поэтому давайте я в завершении расскажу о наших реализованных проектах. Ну, один из таких ярких, красивых проектов – это система бронирования переговорных в офисе, центральном офисе Expert Retail Group. Это возле платформы Калитники. Вот в начале года было поставлено 10 компьютеров Qubik 1050. И сейчас компания переезжает в новый офис. И вот прямо сейчас ведется поставка еще 20 компьютеров. В данный момент используется специализированное специальное программное обеспечение, которое предоставила наш партнер – компания TerraLink. Другой тоже интересный проект – это реализованная. Это сеть салонов Maximus в Санкт-Петербурге. Четыре крупных салона автомобилей. Система поддерживает бронирование 150 рабочих мест и 5 переговорных. Генподрядчиком и разработчиком ПО в данном случае выступает компания Mirusoft, наш партнер. Еще интересный проект – это поставка системы бронирования в менеджер Cargo Service. Здесь используется система бронирования Meeting Room Map. Пилотная часть проекта была реализована еще в мае. В данный момент пилот прошел успешно. И сейчас мы ожидаем приобретения еще дополнительных лицензий, дополнительных 20 переговорных комнат в самое ближайшее время. Ну и немножко о мировых проектах. Один из таких красивых, ярких, показательных проектов в мире – это проект Office Starbucks в Сеуле, где используется настоящий внутренний коворкинг. Более 200 бронируемых мест. Пользователи приходят на работу со своими ноутбуками, подключают монитор, подключают телефон и работают. И бронирование рабочих мест осуществляется в подтверждении бронирования через панельные компьютеры Quibig TD-0350. И также в этом проекте, в этом офисе 20 переговорных. Что важно, переговорные они все называются как виды кофе различного. И вы видите, используются наши компьютеры Quibig TD-1050 Pro. Другой, так тоже, яркий, красивый, интересный проект – это коворки в центре в Мюнхене, аж где 6 корпусов и более 1000 бронируемых рабочих мест и 50 переговорных бронируемых. В переговорных используются панельные компьютеры Quibig. Тут не очень четкая фотография, но видно. Надо сказать, что вы видите на экране на оборудовании Quibig и реализовано много красивых, ярких, интересных проектов, как в области бронирования, так и в системах Digital Signage. Вы видите крупнейших мировых заказчиков, которые используют оборудование Quibig по всему миру. Я всех вас приглашаю посетить наш демонстрационный зал. Но если вы находитесь в Москве, приходите в наш демонстрационный зал, где вы можете протестировать системы VKS, системы аудио-видеоконференций и протестировать системы бронирования. В данный момент у нас представлены обе системы бронирования и DoorTablet и Meeting Chrome App. Часто интеграторы, партнеры наши приводят своих заказчиков. Наши председательные инженеры проводят презентацию, проводят экскурсию, показывают разные системы бронирования на реальном сервере, на реальных действующих чем оборудовании. И после такой демонстрации многие заказчики, наконец, определяются, выбирают себе нужную систему. Вот вы видите сайт demoipmatica.ru. Там есть запись на посещение. Любой желающий может записаться и в свободное время прийти и пройти экскурсию по системам бронирования и DoorTablet, и Meeting Chrome App. Также участникам нашего вебинара мы предлагаем взять на тест, потестировать софт по бронированию, софт Meeting Chrome App и софт DoorTablet. Как вы видите, вы можете получить на тестирование панельный компьютер, и в случае Meeting Chrome App мы предоставляем реальную версию ПО, а в случае DoorTablet мы предоставляем доступ к демонстрационному серверу DoorTablet. То есть вы можете по этим QR-кодам, сфотографировав эти QR-коды, вы можете заполнить короткую небольшую форму и взять, протестировать и одну, и вторую систему бронирования. А также получить оборудование Кривик у нас на тестах. Ну и в качестве такого заключения я хотел бы сказать, что как бы не продолжила развиваться ситуация с COVID, гибридный офис – это то, что сейчас активно развивается, и система бронирования. Это сейчас очень актуальная тема. Внедрение систем бронирования поможет сделать бизнес более эффективным, поможет укрепить командный дух, повысить креактивность, пунктуальность ваших сотрудников. А встроенная система аналитики, которая встроена в систему бронирования, поможет руководителю компании внимательно наблюдать за эффективностью использования офиса, возможно, принять решение о переезде в новый офис, об увеличении офисного пространства, либо, наоборот, о сдаче части вашего офиса в суп-аренду или переезде в более маленький офис. Используйте оборудование Крюбек, используйте системы бронирования Meeting Chrome App Door Tablet и других, и другие системы бронирования. Если у вас есть свои программисты, свои разработчики, мы предоставляем доступ в API, в API среди разработчика, и вы можете написать свой собственный софт по бронированию. Всем огромное спасибо. Вы сейчас видите мои контакты на экране. Я готов ответить на ваши вопросы. Так, раз вопросов больше нет, спасибо огромное. До свидания.